А соперничество, оно у нас с рождения или это психологически навязано обществом? Понимаешь, какая ступая? Соперничество за власть – это прерогатива человека. Соперничество. Постоянно идёт конкуренция. Конкуренция идёт в этом мире капиталистическом. Нету конкуренции, никогда её не было. Никогда её не было. Иначе как объяснить? Вот я был, допустим, в Нью-Йорке. И в Нью-Йорке есть такое место на Брайтон-Бич. И вот в Брайтон-Бич, там идёшь, и там есть определённый участок, где на каждом углу, а там блоки какие. Ну сколько там метров? 200, наверное. И следующая улица, 200, следующая. Вот такие параллельные, перпендикулярные улицы видут. И вот это называется блок, и на углу блока стоит гастроном. То, что у нас назывался гастроном. Там он так и называется гастроном. Имеет такое своё название. На следующем блоке точно такой же русский гастроном. На следующем блоке точно такой же. Казалось бы. А зачем столько гастрономов в одном участке, да? Ну, нелогично. Они же друг другу конкуренты. Правильно? Они же хотят продать, естественно. Все же хотят получить. Вот. Продать – получим. Вот. И цены примерно одинаковые. Везде. А как по-другому может быть? На базаре все продают огурцы. И они все примерно туда-сюда одинаковые. Вот. Если кто-то будет продавать меньше, так и будут побитые, как они из базара. Когда он здесь рушит всю эту систему. Поэтому там одинаковые цены. Но у каждого магазина есть свой покупатель, что самое интересное. То есть, казалось бы, с одной стороны конкуренция, а с другой стороны её ведь нет. Вот там интересно сделано. Вот. Я привожу это в пример. А, к сожалению, конкуренция, да, существует. И противостояние существует. И почему? Потому что стремится всегда к чему-то большему. И всех, ну, выживая сильнейшие. Особенно в капиталистическом мире. У нас не было конкуренции, вообще-то говоря, в СССР как таковой. Не было. Потому что отношения были совсем другие. Там было государственное. То есть, в принципе, это было как бы правильно сделано. По идее, да. То есть, что-то более централизованное, да, одно централизованное. Включаешь, к примеру, это радиоточка, я помню, это было, да. Она там стоила, там, до 50 центов. 50 центов, а копеек, там, или 50 центов на год. Вот. Это радиоточка. Вот. Включаешь, и вся страна служит. Вся страна служит. Огромная страна. Как это было, я не представляю сейчас. Почему? Живя здесь, у нас четыре радио на четырех станциях есть. Я уезжаю пару километров в сторону, я нифига не слышу этого радио. Почему? На этой частоте нету, забивают. То есть, какая-то узкая частота, и вот в рамках этой частоты идёт сигнал. Право-влево ничего не слышно, дальше ничего не слышно. И всё поделено на какие-то кусочки. Тебе вещает это, вещает это. Если ты хочешь, чтобы тебя слышали везде, ну, ты плати на станции, им деньги, большие деньги. Тогда тебя будут слышать везде. И вот это то, что ты задал вопрос насчёт рекламы. Значит, одна минута. Всегда продавалось вот самое большое событие, спортивное событие в Соединённых Статиях – это супербол. Супербол – это американский футбол, и вот финальная игра. Потому что это самое главное событие, как бы, спортивного года в Соединённых Статиях. И дико дорого стоит реклама на телевидении именно в prime time, когда это идёт. А идёт в определённое время, в определённый день уже там, чуть ли не веками, условно говоря, да. И реклама продаётся, стоимость рекламы минутной очень высокая. Так вот, начиная, по-моему, с прошлого года уже стали минуту делить на две части. То есть стали продавать по 30 секунд. Знаешь, сколько стоило? Ну, трудно такую цифру говорить. 30 секунд – реклама стоила 7 миллионов долларов. 30 секунд – 7 миллионов долларов. И надо рекламы. Понимаешь, какая вещь? Вот тебе, пожалуйста. Поэтому… Ну, сегодня так, короче. Противостояние, да, с конкуренцией. Противостояние… Противостояние… Противостояние…